Тенденции для вступления НАТО нет. Украина остается все равно нейтральной. Как и Грузия с конфликтом в Абхазии и Южной Сидии, как и Молдавия с конфликтом в Приднестровье, как и Азербайджан с конфликтом на Горном Карабахе, как и Армения с конфликтом на Горном Карабахе. Все бывшие республики, кроме стран Балтии, имеют конфликты, которые сдерживают их от вступления в НАТО. И точно так же в Армении, в Азербайджане, в Молдове и в других республиках нет единственной точки зрения, нужно ли вступать в страны в НАТО или нет. Как в Грузии. Часть населения считает, что должны быть в НАТО. Точно так же там было сотрудничество, такие же центры открывались. Америка давала большие деньги на реформирование грузинской армии, но Грузия зависла. Как и Украина, как и Молдова, как и Азербайджан, как и Армения. Армения чуть-чуть все-таки более союзник России. Она входит в ОДКБ, входит в Евразийский экономический союз. А страны Молдова, Грузия, Украина и Азербайджан, они как бы зависли в воздухе. То есть они отделились от России, от сферы влияния в какой-то степени. И ментально, и экономически, и технически. Но к Европейскому союзу они не приблизились, потому что Европейский союз их себе не подпускает близко. Он придумал для них форму сотрудничества, так называемое восточное партнерство, которое Россия изжила. И на сегодняшний день все эти страны, в том числе Украина, находятся в состоянии стагнации.